Когда мы ездим, наблюдаемся регулярно. Иногда говорят, что снижение есть. Проблемы со слухом у 11-летней Софьи Щегуровой начались с рождения. Еще в роддоме девочка не прошла проверку слуха, но внимания на это не обратили. Софья слышала, откликалась на имя, словом вела себя как обычный ребенок. Позже стало хуже. Проверили. Даже не к первому классу раньше. Она ходила с одним аппаратом. Мы его сами покупали. А уже к школе нам сказали, что давайте, потому что ей будет очень сложно. Софья стала общительнее. Появились подруги. Но к школе стало хуже. Улучшить состояние не удалось. Были нужны новые слуховые аппараты. Теперь уже на оба уха. Причем мощнее и дороже. Тогда помог Русфонд. Это снова изменило жизнь девочки. Появились новые увлечения. Она в казачьем классе. И мы подобрали ей увлечение шашками. Она фланкирует. Уже со второго класса она выступала на линейках в школе. Софья ведет очень активный образ жизни. Круг ее интересов практически не ограничен. Она очень любит рисовать. В основном животных. С ними у нее замечательные отношения. Девочка даже сумела надрессировать любимого пса Гектора. Было скучно с ним сидеть. Но решила научить команду сидеть. Поначалу он совсем все понял. Но потом Владимир практически научился. А еще Софья – единственная в родной станице Батуринской, кто умеет фланкировать. Сейчас мечты увлечения Софьи зависят от нас с вами. Слух девочки ухудшается. Нужны новые слуховые аппараты. Старые уже не справляются. У Софьи двухсторонняя сенционевральная тугоухость третьей степени. Для успешной слухорычевой реабилитации девочка нуждается в слухопротезировании цифровыми, высокотехнологичными, мощными, программируемыми слуховыми аппаратами. Это компенсирует снижение слуха, улучшит качество ее жизни. Новые слуховые аппараты стоят почти 200 тысяч рублей. Семье эта сумма не по карману. Но помочь Софье можем мы с вами. Достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Вы можете перечислить любую сумму от 10 рублей до 15 тысяч. Для этого напишите ее через пробел, например, «Дети 1000». Перевести деньги можно и другими способами. Сделать взнос на сайте Росфонда или через официальное приложение. Скачать его можно по QR-коду, который вы видите на экране. Никита Егоров, Иван Муронов, Вести.